Всем привет! В данном видео будет распаковка переупущенной карты U-Money, то есть раньше была карта Яндекс.Деньги, затем все это перешло в U-Money и я переупустил карту и сейчас это мы с распакуем вот такую карту. Приступим к нашей распаковочке. Так, именно по краю аккуратненько вот так. Так, и так внутри это мы распаковали. Внутри конверт, но здесь, разумеется, указывается фамилия, имя и адрес. Идет приветствие, что как можно активировать карту, то есть либо по ссылке, которая здесь указана на сайте, либо приложение U-Money в разделе карты. Так, ну написано про идентификацию. Для многих образов нужен имяной или идентифицированный кошелек, иногда только идентифицированный. Так, вот, ну да, это понятно. Тут есть QR-код еще. Скачайте приложение, то есть указывается QR-код. Так, дальше. Так, идем дальше. Так, здесь у нас также приклеена карта, да, я, разумеется, наклеила наклеечка, да, так как эти данные не нужно озвучивать. То есть здесь у нас с серебристым цветом, как вот, проимбассировано фамилиями, да, здесь также проимбассировано номер карты, элемент, то есть я выбрал именно черного цвета. Перевыпуск обошелся 199 рублей. Ну, как и выпуск карты, карта действует три года. Можно было выбрать не только черный, ну, что если черный такой самый распространенный, ну, наиболее популярный. Также можно было выбрать, также можно было выбрать оранжевую расцветку или фиолетовую. И при преопуске также предлагал выбрать именно с изображением киберпанк, да, вот элементами. Так, ну, разумеется, на обратной стороне также заклеил. Тут у нас указывается CVC-код и также внизу указывается номер кошелька, ну, контакт на горячей линии, сайт и голограмма. Но я выбрал именно платежную систему MasterCard, то есть можно было указать визу и выбрать визу или MasterCard и, соответственно, дизайн карты. Так, здесь приводится пример, как можно пополнить карту. То есть, а, кстати, еще можно пополнить в честь системы быстрых платежей из комиссии. Так, наличие на кассах салон средственного МТС после подтверждения личности, да, указано. Либо же в банкоматах Сбербанка после подтверждения личности. Так, ну, в основном удобнее, ну, здесь так указано. И в основном, конечно, удобнее там в Сбербанке онлайн. Можно пополнить по номеру кошелька, либо же, вот я пополнил с помощью молодежной карты Сбербанка, привязанной картой, то есть в кошельке U-Money, привязал карту Сбербанка и не пополнил без комиссии. Так, по кэшбэкам, да, здесь указано 1 балл, 1 рубль. Возвращаем, то есть 5% в категориях месяца, 1% за покупки в интернете, на кассе, то есть выбираете там 1% за все покупки или 5% за каждую пятую на опор. Вот. Ну, есть, так, можно посмотреть более информацию подробно на официальном сайте. Так, видео записано 8 апреля 2021 года, информация постоянно меняется, это информация, которая представлена на данный момент. Всегда актуальную информацию отслеживайте на официальном сайте. Кстати, цена. Так, ну, про снятие наличных, здесь указано, что зависит какая карта. Ну да, тут указана информация. То есть для того, чтобы снять наличие, нужно, чтобы кошелек был претенфицированным, иначе, если анонимно, то снять деньги не получится. Здесь об этом приводится информация. Также, то есть, входят такие наклеечки, такие яркие, видите, такие мани разных расцветков, различных дизайнов, различного дизайна. Прикольные такие наклеечки. И еще, помимо этого, тут входит бланк заявления, то есть, для того, чтобы вам причитали заработную плату, есть, на данной карте есть бланк, тут заполняется, здесь приводятся реквизиты, с заявлением о причитании заработной платы в банковскую карту, заполняются необходимые поля, там, реквизиты, так скажем, в вашей карте, и это можно потом, после заполнения, отнести в бухгалтерию, чтобы вам могли причитать, допустим, заработную плату, если вы, допустим, желаете это сделать. Вот так, такая была распаковочка. Также в данном видео я прикрепил именно, соответственно, информацию из личного кабинета, как все это выглядит, и как можно выбрать, соответственно, тот или иной вид начисления бонусов. По поводу карты U-Money, вот можно зайти на их официальный сайт и выбрать раздел «Карты», и, исходя из ваших потребностей, можно выбрать как виртуальную, так и пластиковую, допустим, виртуальную. Соответственно, нажмите «Да», «Общий баланс кошельком U-Money», покупать карты бесплатно за 3 секунды, бесплатно можно пополнить через Бирбанк по номеру кошелька. Так, ну и виртуальная карта действует один год, кэшбэк в интернете 1% за каждую покупку, в категориях месяца 5% за каждый платеж, так, кэшбэк в других категориях 5% за каждый из пятых платеж, ну и есть дополнительные опции платные. Так, и здесь можно это сделать. Так, назад мы сейчас посмотрим, то есть пластиковую карту. Так, и по поводу именно карты, то есть там можно было, кстати, выбрать несколько видов, да, но самое популярное это именно в чёрном цвете, то есть чёрный цвет, он всегда популярен, но там также можно выбрать там цвет фиолетовый или оранжевый. И, кстати, когда я перепускал карту, там даже можно было выбрать три вида, то есть либо Cyberpunk, ну то есть это кто любит именно такой стиль, и либо же фиолетовый, либо оранжевый, ну либо чёрный, я выбрал чёрный, и можно было выбрать по чёрной системе Visa или MasterCard. Так, и, соответственно, стоимость выпуска карты 199 рублей на три года, то есть указана здесь это финальная стоимость обслуживания без чеки в зелочи, то есть именно за выпуск карты. Ну и переупуск, если, например, вот у меня была карта я ввести Яндекс.Тинги, сейчас это всё называется Юмания, да, и переупустилась за 199 рублей. Это в случае заказа именно по почте России, когда вам приходят именно в виде заказного письма это заказа. Ну, либо же есть второй вариант, курьер на все московской области Петербурге и ещё о 15 городах, но это при выборе доставки именно курьером уже к оплате 499 рублей вместо 129 рублей. Ну, соответственно, вот я заказал почту, да, и, соответственно, стоимость переупуска карты списалась именно в балансе кошелька. Ну, удобно, да, пополнять соответственно по номеру кошелька сейчас Банк Онлайн, но также я пополнял в него есть дебютовая карта молодёжная, привязанная, да, и, соответственно, без комиссии также то есть кошельки U-Money я пополнил именно с привязанной картой Банка. Ну, либо же по номеру кошелька. По номеру кошелька ничего сложного, ищите U-Money в Банк Онлайн, вводите номер кошелька, копируйте из личного кабинета, там ничего сложного. Очень удобно. Очень удобно. Так, ну, здесь также информация по кэшбэку, да, в категориях месяца 5%, запаковки в интернате 1%, так, ну, запаковки на кассе можно выбрать 1%, либо же 5% за каждую пятую на выбор. Так, ну, и дополнительные опции. И также указываются там переводы, там, снятие наличное и так далее. Снятие наличное до 10 тысяч рублей, это, но это только после идентификации. Ну, 0%, да, до такой суммы. Ну, в других случаях там уже с комиссией, но некоторые там пишут, что это не совсем выгодно, там, но, разумеется, такие карты больше всего именно рассчитаны, чтобы делать какие-то покупки, и по ним покупки делайте выгодно, удобно. Если же вам нужно снимать наличное на большую сумму, то уже каждый раз смотрит варианты по своему смотрению, для каждой ситуации. Какая-то карта, допустим, может быть, для покупок, другая, то есть, для других целей, ну, то есть, кому как удобно. Возможно, зайти в кабинет U-Money. Так, и, то есть, у меня не выбраны в какой-то категории, да, я могу нажать на кнопку начните получать кэшбэк баллами, то есть, я нажимаю, так, и здесь указывается, что вы выбираете кэшбэк или игру, так, ну, и задание Киберпанка, можно вводить подробно, и указано, что можно проходить задание по максимуму игре Киберпанк 2017, то есть, оплачивать карты Киберпанка, и получать шансы выиграть какие-то призы, здесь указано подробности, можно еще более подробно узнать об этом. Так, это меня не интересует, поэтому идем дальше. Есть случайный кэшбэк, можно его включить. В этом случае, при оплате кошельком или карты игрумани, платеж попадает барабан с кэшбэком, ну, то есть, крутит его и попадает случайные проценты. Как поведет, можно получить даже 100%. Ну, разумеется, платежи исключения, и максимальный размер кэшбэка в месяц не больше 2000 палов. Ну, есть какие-то юридические подробности, но, разумеется, что выпадет, так скажем. Ну, и, соответственно, то, что указано на сайте, это кэшбэк по категориям. То есть, можно выбрать, ну, там, что будет, в категориях месяца 5% за протяжение интернета 1%, за протяжение касси 1% за все, или 5% за каждой на выбор. Ну, указаны условия, то есть, нужно тратить минимум 1000 рублей в месяц, иначе в следующем месяце кэшбэк будет 0,5%, то есть 0,5%. есть платежа исключения, за которые кэшбэк не приходит, то есть, можно, вот, видите, синяя кнопка, то есть, можно кликнуть, и, так, и, соответственно, открывается правило программы лояльности исключения, ну, сейчас мы не будем в это вникать, так, как говорится, долго. Так, и, соответственно, так, есть выбрали 5% за каждый пятый платеж на кассе, то есть не 1%, а 5% за каждый пятый, то 100 сумм покупки должно быть не меньше сумм, не должно быть больше суммы четырех предыдущих, иначе придет 1%. То есть, если вы выбрали 5% за каждый пятый платеж на кассе, то он должен быть не больше суммы четырех предыдущих, иначе придет 1%. Так, ну, тут, думаю, понятно, и максимальный кэшбэк за месяц 2000 баллов. Ну, тут, здесь каждый выбирает исходя из своих потребностей и включает ту или иную опцию, ну, то есть, что кому по душе. Ну, еще можно получить больше баллов, тогда все друга заказать юкарт. Так, и указано, где можно поставить баллы. Такой список, есть кнопка «Все». Так, ну, указано, что баллы можно потратить почти во всех интернер-магазина, где принимают юмани. И есть список, то есть, можно выбрать по категории. Так, ну, даже можно смотреть саму популярную это «Азон.ру». Ну да, тут приводится, просто идет переход на «Азон». Ну, то есть, как указано, что можно тратить в определенных магазинах, где принимать каплате карты юмани. Ну, то есть, такой был обзорчик, да, небольшая именно экскурсия по уличному кабинету, как все это выглядят. Также добавлю, то есть, есть специальные предложения «Алиэкспресс», «Спиргик» и так далее, то есть, они всплывают, соответственно, по ним можно получить еще больше кэшбэка и скидки. То есть, можно искать здесь «Поиск». Как работают баллы. А, то есть, указано, что в юмани можно получать два кэшбэка, это баллами от юмани и рублями от наших партнеров. Так, ну, эта страница именно про кэшбэк баллами. То есть, здесь указано, как начисляется, ну, то есть, то, что мы с вами ранее посмотрели. Исключение, вот MCC-код, MCC-код это четырехначный межномотный код, который классифицирует вид деятельности торговой точки, то есть, определяет вид деятельности торговой точки, то есть, это может быть солнцем, воду, свяде, продуктовый магазин и так далее. Здесь проводится именно исключение. Так, ну, тут также приводятся примеры, когда платеж попадает в несколько категорий, что и как, то есть, можно с этим детально ознакомиться, то есть, что удобно, то есть, прям лично кабинете, мобильное приложение, то есть, можно перейти в необходимый раздел и ознакомиться с подробностями. Ну, тут не будем вникать с подробностями, так как их может быть много, исходя из вашей ситуации. Такой был обзор. Ну, да, то есть, все предельно просто, да, готовы даже бланк заявления, то есть, остается там писать фамилии, им отчества и номер карты и заявление на причинение заработной платы, пусть она на данной карте готова. То есть, все, также в инструкции, вот на этом листочке все детально указано. То есть, все это отлично, выглядит стильный, стильный дизайн, ну, все, в принципе, нравится. Подписывайтесь на мой канал, передем много интересного видео, ставьте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых выпусков, ставьте пальцы вверх. Всю актуальную информацию, как уже озвучил, всегда отслеживайте актуальную информацию на сайте, именно U-Money, получается, и, соответственно, всегда некоторые еще пишут, типа, вот я переводил кошелек с Яндекс.Деньги на U-Money, да, ну, то есть, когда вот этот был переход, и некоторые говорят, что у них оставались некоторые средства на счету, и якобы они пропали. Ну, и здесь нужно учитывать тот момент, что во всех финансовых учреждениях, банках, соответственно, если будет длительное время не пользуетесь картой или счетом, то, как правило, предусмотрена плата заведения счетов, то есть, поэтому лучше создавать некие движения средств, там, к примеру, оплатили сотовый телефон, какие-то паутеши сделали, чтобы было движение по карте, тогда средства сохранятся на карте, и всегда нужно, разумеется, читать условия тарифа, есть тарифы банка, условия тарифа, карты, нужно с ними детально ознакомиться, и они могут меняться, поэтому всегда актуальна информация нужно отслеживать на официальном сайте. Всем желаю крепкого здоровья, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok